Лекция на тему информационный раздел. Информационный раздел состоит из четырех пунктов. Первый пункт это комната для отдыха. В данной комнате сотрудник департамент Сан-Фьерро может отдохнуть, но не должен превышать 10 минут отдыха. Если вы превысили, вам будет выписан выговор в личное дело. Второй пункт это транспорт по должности. Если вы берете служебный транспорт в своих целях, или берете его не по должности, вам будет выписан выговор в личное дело. Премьера СФПД, мотоцикл СФПД доступен в должности офицера. Ранчер доступен в должности сержант. Эвакуатор доступен в должности офицера полиции третьего класса. Инфорсер и водомет, получается, доступен только на митингах или через управлять данными транспортами. Ну, короче, управлять инфорсером и водометом. Можно только с разрешения шефа и замшефа полиции, вне зависимости от должности. Спецрация у... Спецрация это единственный вид связи, через который сотрудник департамент Сан-Фьерро смогут быстро передавать информацию, координировать и так далее. Вы уж с ней ознакомились. Раппорт. Раппорт это доклад, он бывает письменный, так и устный. В департаменте СФ жан может оставить раппорт о действиях кадета в патруле. На этом лекция кончена. Вопрос в случае задаю. Сколько получается пунктов в информационном разделе? Да. Не да, а да. Четыре. Допустим, это все ответили. На этом лекция кончена. Субтитры создавал DimaTorzok